Но в любом случае для меня в центре всей моей деятельности лежат практики, связанные с созданием каких-то текстов. Это наше, на самом деле, практически всех я знаю, наше литературное сообщество. В той или иной мере люди, причастные к литературному процессу. И подошел Владимир Иванович Нечаев, какие поломать, наше сообщество, музыкальное и литературное объединение «Полуостров вдохновения», наши культурно-общественные деятельности в лице Ивы и Дарьи, ну да, ну что вы так переглядываетесь. Вот, тоже в свое время вели очень мощное молодежное политическое движение, которое почему-то так и делалось. Болваны! Слабаки! Федерации! Редактор нашего сегодняшнего шоу, Василий Ширяев, который буквально чуть ли не с кнутом стоит и требует от нас соблюдения какого-то ритма. Вот, мы попытаемся, да, позвать? Еще он требует драк. Да, драк, экшена какого-то. Да, драк, я не буду. Горбушку порвать. Обязательно. Вот, так что я предлагаю начинать. Так, ну единственное, что, слышно хорошо? Ну, у меня голос может быть громким, поэтому, если надо, я приподниму еще уровень. Потому что мы, конечно, можем взять микрофоны, но, сами понимаете, сразу разрушит атмосферу. Итак, Руслан Камадей, ну, во-первых, обладатель удивительной фамилии, вообще настоящей фамилии, что удивительно, вот, это не псевдоним. Родился у нас в Елизово, уехал отсюда, вернулся, уехал, вернулся, уехал насовсем, и все это в раннем возрасте. Всю сознательную жизнь прожил где-то там, в центральной части России. И занимается, ну, кроме того, что он поэт, он еще и педагог. А ты преподавал? Ну, я преподавал, я в дом образования работал, тоже вел в литературной студии. Плюс я преподавал несколько лет русский язык, литературу, риторику в гимназии и в среднеобразовательной школе. Вот, кроме того, он участник трех музыкальных групп, об этом мы поговорим, сегодня мы поговорим, вот сейчас мы сможем, ну, на нашем вечере мы сможем поговорить об этом уже более подробно. Кроме того, он, у него есть свое издательство. Маленькое, но гордое издательство. И, в общем, много-много всего интересного. И еще очень интересная судьба, которая, может быть, когда-нибудь будет написана роман, когда-нибудь выйдешь на пенсию, будет вот, прям так и просится. Ну, собственно, вот, что меня радует больше всего, что, наконец-таки, на нашу камчатскую землю приехал молодой поэт. Настоящий молодой поэт. У нас сейчас молодой до 35, правильно? Ну, да, да, да. Да, так что у нас молодой поэт. Катя, нормальных поэтов к этому времени уже пристрелили. Осталось вот это вот синильное старичье. Ой, правда, что ли, да? Это я еще не знаю, что я про это. Ну, и, собственно, слово гостю. Руслан, расскажи теперь уже, снова, расскажи теперь уже нашим собравшимся друзьям о том, ну, о цели, наверное, своего визита. Зачем ты сюда приехал? Что ты здесь ищешь? Что ты нашел здесь? И так далее. Да, отвечая на вашу реплику, я думаю, молодость измеряется не фактическим возрастом, а, собственно, тем, что ты делаешь, самоощущением и, в общем-то, тем, как ты меняешься или не меняешься. В этом смысле я действительно, наверное, уже стареющий, да. Но это не точно. Сначала я учился в университете, потом у меня был брак, потом он кончился, потом начался второй брак, потом была ипотека. В общем, я закрыл ипотеку, закрыл брак и сумел в какой-то момент найти средства, чтобы вернуться сюда. Да, Камчатка для меня важна вот чем. Во-первых, на Камчатке я видел в последний раз свою мать. Она, собственно, жила здесь, Елизово, и умерла здесь, Елизово. То же самое сделали мои бабушка и дедушка по одной из линий. И, в общем-то, Камчатка для меня, Елизово и Петербург, Камчатский, это места таких, как бы, незакрытых, да, ситуаций из детства, да, таких воспоминаний полуфантомных, да, которые бы хотелось как-то пересобрать и, может быть, освободиться от них, чтобы заменить их более новыми, более живыми воспоминаниями от этого важного места. Я приехал сюда, я живу у Василия Ширяева вулканом, да, я живу в Елизово, собираю какие-то данные об истории своей семьи. Вот вчера я нашел, неожиданно мне отдали какие-то вещи моей матери спустя 25 лет. Вот, в Петропавловске-Камчатском я разыскивал какие-то следы своей бабушки, которая сначала, как она мне рассказывала, но она любила прииграть довольно изящно. Сначала она работала в театре, хотя там следов вроде бы не нашлось, потом она работала на телевидении или в ДК, но не там, не там я пока следы никакие не искал и не нашел. Но зато нашел дом, где мы жили на трудах, совсем-совсем далеко у бухты, у бухты перед гаражами. Вот, соответственно, поэтому я здесь. Василий сообщил мне о том, что к нам едет поэт, вот, я, ну, я у себя тоже уже писала об этом, что я сначала немножко испугалась, мне было интересно посмотреть, ну, с другой стороны, конечно, любопытно, интересно посмотреть, кто едет, зачем, почему. И вот мы сегодня целый день мотаемся вместе. Я очень рада, что именно такой человек приехал к нам и что мы вот как-то сейчас в связке работаем, потому что общение идет очень легко, поэтому вы тоже не стесняйтесь, если что, задавайте вопросы, перебивайте меня. Руслан, ну, поговорим, наверное, сначала о поэзии, потому что все-таки он прежде, прежде, да, кстати, кто-то прежде всего, вот, поэт, музыкант, не знаю, там, бизнесмен, владелец, издательство. Нет, вот бизнесменов не про меня, я издаю книги, чтобы на этом, наоборот, не зарабатывать, а разоряться, тут все понятно, да. Коля, пользуюсь случаем. Нет, но в любом случае для меня, да, в центре всей моей деятельности лежат, да, практики, связанные с созданием каких-то текстов, да, поэтических, прозаических, не знаю, коммерческих или, не знаю, для соцсетей. В общем, это в центре моего существования находится, поэтому, ну, предположим, да, что поэзия главная, хотя именно на поэтической, как поэтической практике я деньги не зарабатываю. А вообще реально, вот, заработать на поэтической практике в нашей стране? Ну, на ней зарабатывают эти клубные поэты, да, вроде Аха Стахова или Веры Полосковой или Ессои, которые, да, ну, то есть они, они имеют, как бы, аудиторию. Это немного напоминает такую рок-клубную систему, да, когда у тебя есть твои фаны, да, и эти фаны узнают, когда ты будешь в том или ином городе, они приходят, и вы получаете удовольствие от сонахождения друг с другом. Ну, плюс они делают, там, музыкально-поэтические программы, или, там, Иван Пинженин из Петербурга. Эти люди, да, сумели капитализировать свою поэтическую деятельность, и они, в общем-то, насколько я понимаю, неплохо на этом зарабатывают. А зарабатывать просто публикациями, ну, сейчас-то, я думаю, невозможно. Очень мало стало журналов, которые платят гонорары. Например, на Урале есть полтора таких изданий, один платит гонорары иногда, другой платит всегда, но мало. Вот, а как в других регионах, в других регионах бывает еще сложнее с этим. А в какой момент ты решил заниматься поэзией? Вот серьезно понял, что по стихии не детская шалость, что это уже не пройдет? У меня в семье это было устроено так, что моя бабушка, человек очень активный, да, которая работала в школе до этого много, да, работала не только в театре и в ДК, Да, ей очень важно было, чтобы я был на виду, чтобы меня везде можно было куда-то притянуть. Поэтому я ходил и в кружок глины, и в олимпиады по истории, и на граждановедение, и в техникум юридический я закончил. И на гитару я пошел, и в художественную школу я ходил. В общем, я все свое, получается, среднее и старшее звено школьное, я бегал, бегал, бегал туда-сюда и много чем занимался. Но последние классы я уже понимал, что есть более или менее понятный ориентир. У меня было такое довольно сильное и такое туповатое эго, потом оно стало помягче. Я, конечно, хотел стать актером, да, и хотел, в общем, поступать в Москву, в Абгик. Да, но в 15 лет я встретил человека, своего учителя, который мне еще заменил немножко и отца, потому что мне не хватало такой жесткой отцовской руки. У меня отец умер, когда мне было 10 лет. И он был и учителем, и другом, и немножко отцом. Евгений Туренко его звали, я встретил его на Урале. И он мне показал, да, что поэзия – это не просто какие-то буковки, кропать, чтобы как-то самоутверждаться. Да, он мне показал, что поэзия – это такой герметичный мир, что это такое состояние сознания, состояние ума. Да, и когда я начал писать тексты по-новому, да, я ощутил такой, как бы, эффект полного погружения, когда ты не отображаешь себя в этой действительности, да, но появляются тексты. И это было ни с чем не сравнимо. И в этот же момент мне дали впервые какую-то серьезную, в нашем городе Нижнем Тагиле, серьезную роль. Да, я там должен был играть какого-то демона, который, там, предавал людей так тайнам, там, все ходил по краю сцены. И я понимал, что я создаю, как бы, тексты внутри себя поэтически, вот они, как бы, меня отстраняют от действительности. И эта роль, она тоже требует такого, как, погружения. И я чувствовал очень сильный, жесткий дисбаланс, противоречие. Я с ним не смог справиться, и в итоге я выбрал поэзию, потому что она была обаятельнее, и в ней не было вот такого грубого самоутверждения, о котором я мечтал. Она, как бы, немного, немного меня смягчила, дала мне какой-то вот такой балансирующей глубины. Я попытался поступить, попытался поступить в Литт-институт в 16 лет, но это было неуспешно. Хотя я в то время уже выпустил свою первую книжку, которую даже немножко написали. Она получила, там, какое-то почетное упоминание премии «Дебют», вот, но это мне не помогло. И в итоге я пошел, как нормальный, неудачный поэт, пошел учиться на филолога в городе Екатеринбург, на, вот, и стал, можно сказать, специалистом по русской литературе. Ну, не совсем специалистом, но в эту сторону. Судьба его наказала. Вот под моей ногой это новый текст, а сейчас я прочитаю что-то из того, что написано в конце, в конце нулевых. Да, я сейчас прочитаю текст, который я написал перед началом 2006 года, который довольно сильно на меня повлиял. У меня была такая странная любовная история, когда я переписывался какое-то время с девушкой, которая жила на юге, я переписывался, и как будто бы влюбленности не существовало на дистанции. И 29 декабря я написал, не просто, я купил себе подушку, подушка, знаете, с наполнителями, бывает разный наполнитель, да, был наполнитель холофайбер. Я купил себе подушку с наполнителем холофайбер и почему-то написал текст, текст-письмо для этой девушки. И после этого текста как раз-таки на меня напало такое, когда я, видимо, был аффектирован этим текстом, напало ощущение вот этой сильной влюбленности, которая длилась там еще полгода. Сейчас я его попробую восстановить. Подумай, Мари, я купил холофайбер, пушистые, сотканные пылью окна, а ты все молчишь, отступает декабрь, снаружи, наружи сплошная видна. Мороз добивает, Мариша, морозец, послушай тихонечко крайний песок, как ветер вззовут столбовых переносец, сыпается витрем на скользкий шажок. Ты любишь, и я не люблю эту зиму, в Сахаре, в Азове всплывает письмо, и падает с домом твоим где-то мимо, ты молча уходишь, ешь из кимо. А я с фотографией катаю глазницы, не вижу тебя, но хотел бы без бы, когда-то тебе это может присниться, как шмякнется дверь из белесой резьбы. Пространство открыто, невиданно много, я слышу, листая слова по губам, ты громко в цвету сигаретного смога, меня поглощаешь, кто там. А нет никого, ветер треплет округу, и я засыпаю, как срезанный кабель, послушай, моя дорогая подруга, подумай, Мария, я купил холофайбер. И вот этот текст такой эллигический, который стягивает между собой разные пространства, да, и пытается виртуальную невстречу перевести в какую-то встречу через письма, какие-то запахи ощущения, оно у меня сильно ударило по голове. Я до этого не писал таких текстов, а тут с помощью вот этих вот слов Марии, вот письмо и этот самый холофайбер, да, произошел какой-то странный перекос, да, и из него этот текст, из него этот текст выскочил. И это вот было для меня довольно существенно, существенной переменной. Ну, может, еще что-нибудь? Ну, есть только один вопрос. Да, пожалуйста. Что такое холофайбер? Это что-то связанное с холокостом, то есть с праздником человечества? Нет, я не думаю, что это связанное с холокостом. Там несколько видов файберов существует. Ну, это, в общем-то, какой-то заменитель поролона. В общем-то, довольно дешевый заменитель. Но вот это вот слово с х, л, ф, б и р, с такими довольно разнообразными согласными, оно меня сильно впечатлило. А футболистично смело? Ну, я бы так не сказал. Это скорее в такую сторону эмигрантского сюрреализма 20-30-х годов, ну, как мне кажется. То есть, Сережа, первый тост за холофайбер. Хорошо. И тогда я прочитаю еще один текст из этого же периода, тоже такой, в сторону эллигического. По улице пятятся сытые дети, сдувая веснушки с плащей и пальто, закрытые картонные двери. А эти, увидев все это, скорее не то, здесь падает воздух, иссокший, как сахар. Детяти надуты на голос земля, оборванный ветер, где ветер бабахал. А в небе не люди летят, а посля, но высится воздух и снова дающий, сдувает глобальными видами снег. А дети идут, кого нет, кого плющит. И каждый из них человек. Тоже это такой смутный образ, да, но я, видимо, я не помню, что я пытался сделать этим текстом. Но, видимо, я пытался, да, как-то по-новому пересобрать понятие, что такое дети, да, и как дети движутся в пространстве собственного взросления. Может быть так, я не знаю, я довольно редко вспоминаю, как были созданы свои ранние тексты и для чего. Ну, кроме таких единичных случаев, как в предыдущем стихотворении. Вообще, ты пишешь стихи как? По наитию, ну там, вдохновение не зашло. Или садишься и решаешь, так, надо писать. Или вот что для тебя служит толчком для творчества? Первые тексты, когда я довольно много набивал руку подросткам, я писал по очень простой методике. Я брал листы разных форматов и я просто заполнял их текстами. Здесь поэтический текст, здесь, здесь, здесь и вот здесь на ошметочке еще один. То есть там где-то четыростиши, где-то восьмистиши, где-то настиши. Потом я их перечитывал, большую часть, ну, примерно девять десяток они выбрасывались. И потом что-то из этого я уже кому-то показывал. И так длилось довольно долго, до десятого, до одиннадцатого года. Там, конечно, были тексты, которые писались из каких-то фраз или ощущений, которые были услышаны, восприняты в моменте. Но чаще всего это была такая, как бы, выр, переработка, да, с словесной, словесной руды. Потом, да, я много раз, как бы, менял практики письма, да, был период, когда я брал какие-нибудь классические тексты, не знаю, Константина Симонова или Пастернака, да, оставлял какую-то одну строчку из оригинала, а все остальное переделывал, да, под себя, получая, как бы, новый, новый текст. Например? Ну, например, у меня есть текст под названием Константин Симонов. Если я его сейчас найду, я прочитаю. Найдешь. Да, я его буду искать. Ну, вот, да, у меня было два текста. Борис Пастернак и Константин Симонов. И оба мы услышали. Если я найду, то, да, вроде они оба вполне приличные. Ну, в смысле, что там нет ругательств. Так, так, с чего начать, так, я вот Симонова найти не могу. Так, хотя нет, сейчас поищу. Вот в этой книжке его нет. Куда же он делся? Как же он начинается-то? Ладно, начну с Пастернака, может быть, потом вспомню. Текст такой. Сейчас. Борис Пастернак, да. Свеча сидела на столе, Жгла тень, как тело, Мело по жестяной земле, И всех задело. Цвела обветренная тьма, Брицали листья, Внутри оконного письма Слепались лица, Старели тени на пути, ЖД пределов, Там небу некуда пойти, А что здесь делать? Смотрелся ветер в календарь, И длился выше, Ни голоса, ни тьма, ни даль, Никто не выжил. Мне было важно в этом тексте, Что вы делаете одно небольшое смещение, Смысловое, в самом начале, И текст как будто бы начинает катиться Не по тем рельсам, Которые катил по Пастернак, А по каким-то другим, У него начинается какое-то новое существование, Получается другой текст. Об этом говорил Мандельштам, Он в последние годы писал Так называемые двойчатки или тройчатки, Когда из одной фразы Вырастают несколько других стихотворных деревьев. И здесь как будто бы что-то сходное. Сейчас я попытаюсь найти текст под названием Константин Симонов. Большое прощение, Если будет маленькая заминка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова